Как ведётся в анекдоте ровно трое в самолёте. В самолёт к такой-то тёте, как положено, упал. Всё в порядке, все живые и весёлые такие. Впрочем, каждый улыбались, к людоедам в плен попал. А началу долго бились и, конечно, уморились. Людоеды навалились, ну какой тут баритет. Всё, хана вам, оккупанты, заравно эсперанта. С толстой мордой интенданта, самый хищный людоед. И к вождю их потащили, а пути почти не били. Но ребята приуныли, дева дрянь, вековый туз. Стало ясно и понятно, станут жрать, причём бесплатно. Так попали неприятно пьянки, русский и француз. И сказал им божде, а ну-ка, назовите братцы, разгоните братцы скуку. Назовите, братцы, штуку, чтоб у нас и не сыскать. Назовёте? Станем слушать. Кто промажет, станем уж кушать. Ну а кто утрёт нам уши, шо ж придётся отпускать. И француз без подготовки пахнул, Словно из винтовки мельпахдон. Но ваши тёлки все страшнее обезьян. Приведите мне мулаку, чтоб вкуснее шоколад. Чтоб замило сердце пятки. Ну, француз, ну, хулиган. И заржали тут бандюги, посинели от надуги. Подал знак своей прислуги. Вождь в банановом плаще. Людоеды побежали, привели такую лялю. Кто увидел, тот едва ли возразил бы вообще. Жаль, француза, с ним всё ясно. Да, она была прекрасна. И поставил Жан напрасно жизнь свою на женский пол. Но теперь попритка Джона, уроженца Аризоны. Неужели, как Безона, Джона подадут на сон? Джон воскликнул, спору нету. Убирайте бабу эту и подайте мне ракету На последний образец. Людоеды завопили, барабан заколотили. И из джунглей прикатили шату крылатый огурец. Что поделаешь, инида, карта брошена, инида. Налетели, как москиты, стали перцем посыпать. Да, попали в положение, что тут скажешь, потеши. Но Иван нашёл решение, слышишь, вошь бедрёном мать. Прихожи своим придуркам, петуха, или, скажем, курку, Положить башкой на чурку и кончать, и ощипать. Два часа варить и парить, и до косточки обшарить. Вот тогда начнём гутарить, и загадки задавай. И петух зажарен жирный, плыл под джунглям запах милый. И сидел Ванюша смирно, увёл беседу огня. Как хвостяк у тёти грудь, дикари глотали слюни. Шо, готов? Теперь пусть клюнет. Там, где копчик у меня. Всё понятно, смех полезен. Вождь смеётся, вождь любезен. Ваня тоже аж на рези в животе поймал. Ага! Вдруг колдун подходит местный, И в момент он, царь небесный, Заклинанием неизвестным оживляет петуха. И встал петух, такой хрустящий, Жареный, настоящий. Клюнул Ваню в тыл изящно, Но чувствительно подлец. Не говори, как дети рады, Колдун, ну петух, награду. А в дурили снова гады, Значит, шуточкам конец. Что теперь тянуть в резину? Подхватил Иван тупину, Перебил всех, как скотину, Что над шадом развязал. И спросил американец, Что ж ты сразу этих пьяниц не угробил? Слышишь, Ваня, целый день у нас пропал. Да, друзья, скажу, не скрою, Просто русский так устроен. И пока его не клюнет в копчах Жареный петух, Дремлет в нём великий воин. На поры, как князь, спокоен. Потому что, в общем, Добрый русских людок русский дух. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...